Татьяна, мы вас поздравляем. Вот этот замечательный термос. Мы вас еще раз поздравляем. Спасибо, спасибо. Вот вам достается. Спасибо, что с нами. И вот правда, приятно за ваши теплые слова. Самые преданные телезрители вместе с каналом уже несколько десятков лет. Сегодня в программе «Утренний кофе» разыгрывались ценные призы с символикой телеканала. Зрители отвечали на вопросы, где нужно было угадать по архивному видео название передач и ведущих 2000-х годов. В честь 27-летия телеканала «Афонтово» всем дозвонившимся подарил кружки, зонты и кепки. И сегодня в студии «Утреннего кофе» побывал экс-ведущий программы Александр Борисенко. На этот раз в качестве почетного гостя. Это праздник хороший, большой, наш праздник. Когда я говорю «наш», я не только коллега по цеху, в каком-то смысле наш. Это городской праздник однозначно. Город Красноярска, телекомпания «Афонтово» — это такие близнецы-братья. И говоришь одно, подразумеваешь второе, да. Пусть будет еще хотя бы 27, там посмотрим. А за музыкальное наполнение эфира сегодня отвечала группа «Яхант» — большие друзья телекомпании. Мы были у вас на всех эфирах, во всех зданиях, которые только были. Я помню самый первый подвальчик на Мира, где тусовать. Почему-то очень много было всегда музыкантов на «Афонтово» работающих. Потому что творческая атмосфера. С 92-го года момента основания менялось многое. Студия, ведущие, корреспонденты. Ольга Хохлова, продюсер и ведущая новостей вспоминает. Она еще будучи школьницей, собирала газетные статьи, связанные с красноярским телевидением. В ее архиве немало заметок о ведущих Афонтово 10-20-летней давности. Тогда она только мечтала о профессии журналиста. Я всегда ножницами аккуратно вырезала каждую статью, каждую картиночку каждого ведущего. И все складывала вот в такие файлики. Это у меня хранится уже почти 20 лет. В то время, это был 2000-й год, в то время выходила газета. Она называлась «Телевизор». Ее продавали во всех киосках. И я помню, как я каждую неделю бежала за этой газетой, чтобы купить очередной выпуск и посмотреть, что о красноярских журналистах там сегодня пишут. Имя Алексея Вербицкого неразрывно связано с Афонтово. Его первый эфир был около 20 лет назад. Точную дату он и сам признается, не вспомнит. И, конечно, в жизни известного красноярского ведущего телеканал занимает особое место. «Телекомпания Афонтово и Алексей Вербицкий, ну да, понятия такие очень родственные. Мы давно друг с другом. И это дружба, проверенная временем. И это та дружба, которые... Это те отношения, которым не изменяют. И с этим место много связано. Это и место силы, и место роста профессионального и личностного». Сегодня Афонтово входит в тройку лидеров среди негосударственных красноярских телекомпаний. За сутки нас смотрят более 120 тысяч человек. Утренний кофе – одна из лидирующих программ. Ведущие, которые будят красноярцев и настраивают на позитивный рабочий день. А вечерние новости всегда готовы оперативно рассказать о самых главных и острых новостях дня. «Я хочу всех нас поздравить с этим днём. За прошедшие годы много чего удалось сделать. И результатом этой работы, конечно, являются наши телезрители, их любовь и признание. Поэтому спасибо нашей дружной и славной профессиональной команде, которая делает такие большие результаты. Ну а зрителей я хочу призвать смотреть нас». Сегодня редакция весь день принимает звонки и поздравления от наших зрителей. «Смотрел, смотрю и буду смотреть и дальше». «А чего бы пожелали телекомпании и коллективу, может быть?» «Дежурные слова творческих успехов. Ну и нас радовать новостями». «Поздравляю вас. Это очень большое, значимое число для вас. Желаю вам процветания, чтобы вас все зрители Красноярска и не только Красноярска смотрели. Одна из любимых телекомпаний на самом деле. Желаю вам, чтобы вы были такие же крутые, как вы. Держите курс правильно. Мне нравится, что и новости у вас всегда правдивые, ничего лишнего никогда нет». Телекомпания «Афонтово» и дальше будет радовать зрителей самыми свежими и актуальными новостями. Встречаемся на «Афонтово» каждый день в программе «Утренний кофе» и в новостях. Екатерина Усатенко, Сергей Кашин. «Афонтово. Новости». «Афонтово».